Дмитрий Коган Справедливо ли отпускать его условно-досрочно? Дачные пироманы жгут дома в садовых обществах. Путешествия во времени. Это уже 11 погребений в ней. Из этих 11, 8 младенцев возрастом, начиная от нескольких месяцев и заканчивая двумя годиками. Что несколько веков вскрывала земля Несейская. Дмитрий Коган сегодня не вышел на свободу. Он проведет в колонии еще минимум две недели. В Иландском районном суде слушали дело о его условно-досрочном освобождении. Коган отбыл треть срока и имеет право выйти на волю. Но в ходе процесса обнаружили небольшое нарушение. Мой коллега Дмитрий Пименов присутствовал на слушаниях и расскажет подробности. Обсуждается вопрос о возможности начать рассмотрение ходатайства Когана в условно-досрочном освобождении. В руках судей Пухлый Том это дело Дмитрия Когана. К сегодняшнему дню он отсидел треть срока в колонии-поселении и может рассчитывать на условно-досрочное освобождение. В исторический для него момент в тесном зале заседаний Иландского районного суда собрались судья, адвокат, прокурор и представитель исправительного учреждения. Сам Коган исторический момент решил пропустить. Видимо, предчувствовал, что сегодня не его день. Прокурор попросил отложить дело, выявив небольшое нарушение. В ходе заседания выяснилось, что отец одной из погибших девушек не был извещен об этом процессе, как того требует законодательство. Несмотря на возражения адвоката, судья решает отложить процесс, чтобы уладить эту формальность. Дмитрий Коган отбывает свой срок за то, что стал виновником смертельной аварии. В августе позапрошлого года он на своем автомобиле сбил двух девушек на зебре. По его делу провели массу экспертиз. Общественность даже обвинила Когана в затягивании процесса. А родственники погибших девушек провели пикет. До суда дело дошло лишь весной прошлого года. И в июне прозвучал приговор. Три года колонии-поселения. Отбывать их Коган отправился в Иландский район. И вот снова его дело в суде. На этот раз с надеждой на освобождение. Но в итоге сегодня заседание по резонансному делу продлилось менее 10 минут. Итак, Дмитрий Коган проведет в колонии-поселении еще две недели. В следующий раз дело о его условно-досрочном освобождении в Иландском районном суде будет слушаться 3 ноября. Дмитрий Пименов, Алексей Егоров, Афонтова новости. Родственники погибших опасаются, что суд может встать на сторону Дмитрия Когана. Отец Вероники Якимовой считает приговор слишком мягким. Напомню, что судебный процесс завершился 16 июня 2015 года. Железнодорожный суд назначил виновнику аварии наказание в виде трех лет колонии-поселения и лишения водительских прав на три года. Мы спросили у юристов, какие аргументы будут учитывать в суде при рассмотрении дела. Полоносрочное освобождение применяется к тем лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, кто своим поведением доказал, что он уже перевоспитался. Все зависит от личности осужденного. То есть он должен доказать в течение предыдущего срока отбывания наказания, что он исправился, что он трудится, что он не нарушает дисциплину, к нему не применялись меры взыскания. Общее отношение судов к виновникам аварии в ДТП, включающих гибель, ну, в общем, оно, конечно, негативное, как и во всем обществе. Суд обычно на общих основаниях рассматривает конкретную кандидатуру с учетом представления администрации и строительной трудовой колонии. Напомню, что по закону Дмитрий Коган может претендовать на условно-досрочное освобождение. Сегодня мы проводим интерактивный опрос и спрашиваем, справедливо ли отпускать сейчас Дмитрия Когана условно-досрочно. Если вы считаете, что студент и так уже наказан и за год осознал свою ошибку, и колония поселения перевоспитала его, звоните по телефону 219-23-91. Если вы считаете, что Дмитрий Коган за смерть двух человек должен отсидеть полный срок 3 года, тем более, что условия содержания в колонии поселения гораздо мягче, чем в тюрьме, ваш номер 219-23-92. Звоните и голосуйте, нам всегда важно знать ваше мнение. Также можете звонить нам в прямой эфир по телефону 261-62-63 и делиться своим мнением. Садоводы бьют тревогу, горят дачные домики. Сезон работ закончен и участки остаются без присмотра. В СНТ судостроитель предполагает, что в округе завелись пироманы. Полиция ведет проверку, а дачники теперь вынуждены чаще ездить на свои огороды и проверять, все ли цело. Виталий Поляков с подробностями. Наверху была три спальни, там был зал, а это была кухня, а это был ковидок. У Татьяны Григорьевны в это воскресенье сгорел дачный дом. Большой, двухэтажный, с печкой, погребом и другими радостями садовода. Уничтожена мебель, холодильники, телевизоры, всего и добра и не перечесть. Строили дом 10 лет, всей семьей вложили больше миллиона рублей. Пожарные сказали, что это поджог. Но кому понадобилось палить дом, до сих пор ответа нет. Ну как может быть, не жалко. Конечно жалко. Столько трудов выложили, ушло. Все на это. Столько затрат. Никогда они с кем не конфликтовали. Никому ничего не должны, как в милиции спросили. Может быть, у вас какие-то долги есть или что-то. Или вам кто должен. Нет, у нас таких нет, ни долгов, ничего. Все нормально. Дежурная по садовому обществу судостроитель Татьяна Андреева говорит, что незадолго до этого пожара в округе вспыхнули сразу три дома. Если раньше главной бедой было воровство, с дачи тащили все, что плохо лежит, то теперь поджоги. Версий масса. Теперь садоводы присматриваются к каждому незнакомцу. Любой дым из трубы издалека пугает. На этой неделе бдительные дачники спасли еще один дом от огня. Хозяева совершенно случайно приехали. Они вообще зиму не ездят. Заходят, у них летняя кухня, говорит. И следы, опять-таки же, как здесь были следы, они вышли на угол через забор. Вот у Косина, у столба, по этой Косине, это, видимо, стояла дева на стрёме, будем так говорить. Полиция проводит проверку. Впрочем, пожары на дачах после завершения огородного сезона для Красноярска уже обыденность. В прошлом году, в конце сентября, от предполагаемых пироманов страдало товарищество «Сибирский садовод» в Ленинском районе. В общем, дачникам остается только усиливать бдительность и чаще бывать на своих участках даже зимой. Виталий Поляков, Михаил Ткачук, Афонтова новости. 250 миллионов потратят на реконструкцию малой сцены и хозяйственного корпуса театра имени Пушкина. По проекту здания будут выполнены в современном стиле. В хозяйственном корпусе оборудуют хранилище для декораций и столярные мастерские. Сейчас помещения для этих нужд приходится арендовать. Отмечу, сейчас проекты проходят экспертизу. И подробнее о реконструкции и творческих планах нам рассказал директор театра имени Пушкина Петр Ханегин. Второй корпус, очень важный для нас, который должен намечаться. Вот у меня есть, потом покажем, очень красивый, где планируется малая сцена. Но не просто малая сцена, она где-то на 188 человек. Мы так посчитали, значит, она трансформируемая, она экспериментальная. И можно, кроме показа спектаклей, можно будет проводить творческие вечера, джазовые вечера, какие-то интересные музыкальные вечера. Давайте мы так покажем чуть-чуть, чтобы было понятно. Вот такой красивый. Это малая сцена, да? Да, это корпус, где малая сцена будет. Мне кажется, что современная, красивая. Если чисто финансово, дополнительно... Ну да, я думаю, этот вопрос всех волнует, потому что все планируют. 5 миллионов рублей мы можем в год зарабатывать на этой сцене. Вот, поэтому я думаю, что это и как творческий театр будет развиваться, плюс и финансово. И плюс еще вот здесь вот, видите, здесь загородка, здесь мы планируем театр на крыше. То есть современное. То есть мы можем в теплые дни показывать там какие-то экспериментальные спектакли. О сроках, надо сказать. Ну, если все нормально будет, то где-то около двух лет строительства вот этого большого, а второе ангарного типа меньше года. То есть к 2019 году мы можем все это уже ждать? Ну, будем надеяться. Чем будете радовать и удивлять зрителей? Ну, у нас очень большая, обширная программа. Как никогда вот в этом сезоне, это вот первое преступление и наказание Достоевского. Приехал очень интересный режиссер, молодой, считается молодой режиссер до 50 лет. Саша Огарев, который в свое время закончил школу драматического искусства в Москве, Васильева. Очень много ставил и в Москве, и за рубежом, и по театрам Сибири. И мы с ним еще с прошлого года договорились, взяли вот эту серьезную тему. Мне кажется, очень интересный спектакль. Он делает его по-современному, но без каких-то вот вывертов, как сейчас модно ставить спектакли. Он больше уделяет внимание внутренним терзаниям героев, которые там происходят. Я уже смотрел отрывочки, мне кажется, зритель будет смотреть с удовольствием. Это будет 29 октября премьера. Потом у нас большая программа, проект, который мы выиграли в Министерстве культуры России, выделила на это средства. Мы изменили историю БЕК, так называется. Это посвящено Октябрьской социалистической революции 1917 года. Но мы, первая часть наша, то, что происходило в культуре и искусстве до 1917 года, это драматургия, это поэты Серебряного века, это тот дисп, который и эти разговоры проходили в то время. И у нас проект очень большой. Это будет Леонид Андреев, который делает Рыбкин, наш главный режиссер Олег, «Дни нашей жизни», 25-го премьера. 26-го к нам приедет театр Фоменко, привезет пьесу Льва Гумилева «Отравленная туника». 26-го мы играем, и, мне думается, это очень интересно нашим красноярским зрителям посмотреть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как вы относитесь вообще к приговору? Это три года колонии, поселения всего, и три года лишения водительских прав. Он справедлив, этот приговор? Мне кажется, этот приговор несправедлив. Мне кажется, это очень-очень мало для такого. А как нужно было наказывать, по вашему мнению? По моему мнению, это минимум лет 10. Это минимум. Спасибо за ваше мнение. Спасибо за ваше мнение, и мы сейчас приверемся на небольшую рекламу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Футболисты Каннского детского дома вернулись из Англии. Своими впечатлениями они поделятся через пару минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атмосфера дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы знаете, как выглядит мечта. Мечта жить в собственной просторной квартире. Знать о том, что дети всегда под присмотром, и не заботиться о погоде за окном. Слобода весны. Следуй своей мечте. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео 2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13, строение 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Акция «Ко дню пожилого человека» от клиники лазерной хирургии «Варикоза нет». При предъявлении пенсионного удостоверения скидка на лазерную операцию 10%. Вчера Миша полностью удовлетворил свою жену, купив ей норковую шубу с рассрочкой на 2 года. А сегодня он осчастливил тещу новой дублёнкой. Несу, родной! Новая коллекция. Дублёнки и мутон от 8 тысяч рублей. Норка от 45 тысяч рублей. Рассрочка на всё 0024. Экспофорс. Авиаторов 5, ТК «Авиатор». Торекс объявляет утилизацию с двойной выгодой. Старую дверь увезём бесплатно и установим новую со скидкой. Доработаем проём и дадим скидку на откосы. Торекс. Новая дверь – это просто. А твоя дочка куда поступила? В Питер поедет. А жить она там где будет? Я ей квартиру купил с полной отделкой у группы ЛСР. Переезжайте в Питер вместе с группой ЛСР. Звоните 8 800 555 44 66. Вы смотрите новости Афон ТВ. Мы продолжаем. Я напомню, что сегодня мы проводим интерактивный опрос и спрашиваем, справедливо ли отпускать сейчас Дмитрия Когана, сбившего насмерть двух девушек на пешеходном переходе. Условно-досрочно. Есть два варианта ответа. Вы их сейчас видите на своих экранах. Также мы принимаем звонки в прямой эфир. Это номер 261 62 63. Звоните и высказывайте свое мнение. Четыре века и шесть метров вглубь истории. В Енисейске идут масштабные археологические раскопки. Городище Богоявленский некрополь 17 века. Еще больше десятка объектов археологического наследия уже удалось обнаружить. Специалисты постепенно исследуют культурные слои, начиная с 20 века. Сейчас на некоторых объектах добрались до 17 века. О путешествиях во времени и археологических находках в репортаже Юлии Бычкова и Эдуарда Баглая. Я сейчас вот этого маленечко здесь вычищу хорошо и начну с второго сразу. В этом захоронении останки двух человек. Небольшой раскоп – это часть старинного кладбища Богоявленского собора. В 18 веке храм был обнесен оградой из базальтовых камней. Прямо под ней археологи и нашли могилы. Когда кто-то умирает, они его хоронят на территории, полегающей к храму. Служители церкви хоронят обычно в самой церкви, то есть под полом. Закрываются потом плитами, на которых написаны их имена. Иногда священников хоронят в склепах. В одном из них лежал священник в полном облачении, с книгой, крестом в руках. А в другом лежал мужчина в бабочке, в сюртуке и в жилетке. Клизма, ложка, совочек, дырки все выдувать. Вот такими подручными инструментами расчищают захоронения. Копает и в дождь, и в снег почти по 10 часов в день с небольшими перерывами на обед сотни археологов со всей страны. Мария Малова вместе с мужем родом из Ростова, но за работой переезжает из города в город. В Енисейске семья живет уже год. Здесь и поженились, а познакомились на раскопках захоронений в Монголии. Любовь – это сидеть в могиле вместе. Про сидеть в могиле Мария шутит. Археологи, выкапывающие с земли давно забытое прошлое, ко всему относятся с юмором. Зубки ему почистим, щёточку можно взять тоже зубными щёточками, чистим зубки, чистим всё остальное у него. Привыкаешь. Это, не, на самом деле, вначале, кажется, человек, да, с одной стороны, да, человек. Это работа просто. И работы у археологов много. Им предстоит исследовать два некрополя. Ну, это прям взрослый, где-то даже постарше меня, наверное. Это 816-е захоронение уже на территории Тройской церкви. Здесь, кроме приходского кладбища, обнаружили развалины кирпичной печи начала 19 века и бутовый фундамент. На этом месте когда-то стоял дом. Итак, слой за слоем Енисейская земля раскрывает свои тайны. Чем ниже, соответственно, тем слой, скажем так, более древний. Вот до этого уровня это вот всё 20 век. Дальше идёт дота-пачка. Это начало 20-го, конец 19-го века. От современного райцентра до города Екатерининских времён 5 метров вглубь. Попасть в историю можно просто спустившись вниз по лестнице. На соседнем раскопе, где находится усадьба купца Баландина, археологи добрались до слоя 18 века. Вот здесь можно с вами наблюдать остатки постройки 30-х годов 18 века. Здесь была печь, вот здесь угольки ещё можно проследить. Одна из самых интересных находок на этом участке – это колодец 18 века. Можно заглянуть внутрь, в нём всё ещё есть вода. Колодец сохранился идеально, говорит начальник раскопа Иван Фролов. В таком же состоянии и другая находка – погреб второй половины 18 века. При Екатерине II их строили из корабельного леса. Когда навигация по Енисею заканчивалась, старые корабли пускали на строительство. Слои строительства можно увидеть тоже в стенке. Это вот такая щепа, которая выходила из-под топора мастеров при строительстве конструкции. Эти археологические раскопки, которые по масштабу сравнивают с Суздальскими и Новгородскими, в Енисейске начались три года назад. За это время уже найдено больше десятка объектов археологического наследия. Среди них и два некрополя, и уникальное Енисейское городище. У учёных уже целая коллекция. Ножи, замки, крестики, украшения. Их находят в земле с раскопов и в могильных ямах. Эти артефакты нашли археологи сегодня, когда исследовали вот эту яму. Это венчик, часть керамического сосуда, это носик от глиняного чайника, а это слюда, которые несколько сотен лет назад стеклили окна. Все эти находки отправят скоро в камеральную лабораторию. Там специалисты определяют, сколько этим артефактам лет и реставрируют их. Вековые черепки, как пазлы, складывает археолог Анна Смирнова. Из разрозненных кусочков она умудряется собрать старинный кувшин или чайник. Все одинаковые, но ты когда сидишь, ты начинаешь подбирать. Вот это вот, это факт, что это одно, он даже вот соединяется. Кости, черепки и изъеденные временем украшения, фрагмент за фрагментом, собираются в большую историю маленького города. Ценность в том, что мы сохраняем историческую память. Вы ничего не скажете, например, о том, какая была планировка в этой части города до возникновения здесь каменных построек, которые конца 19-го, начало 20-го века. А я могу это рассказать, могу это показать. Было бы хорошо, чтобы в открытую имя с таким трудом историю могли погружаться не только ученые, мечтают археологи. Нам бы хотелось сохранить как раз больше живой истории. Ну, такие варианты есть, мы наблюдаем их, и когда сохраняют мостовые, сохраняют сооружения. Ты прогуливаясь по улице, можешь прикоснуться как раз к истории, которая на несколько сот лет погружает тебя к периоду первого освоения русскими в Восточной Сибири. Ученые даже отправили в Министерство культуры проект музея под открытым небом. Но там молчат. Поэтому, когда археологи закончат работу, на месте раскопок, скорее всего, проложат коммуникации. И история Енисейска снова будет погребена под землей. Людям покажут лишь небольшую часть из того, что найдут археологи. И только на музейной полке. Юлия Бучкова, Эдуард Баглай, Афонтова новости. А Дмитрия Когана могут выпустить условно досрочно. Эту тему мы сегодня обсуждаем в прямом эфире. У нас есть очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? И высказывайтесь. Здравствуйте. Меня звать Надежда. И я, конечно, возмущена тем, что вот человека хотят выпустить. Я считаю, что нужно это дело возобновить и минимум как 10 лет. Зачем провоцировать людей на самосуд? Вы представьте, если бы он сбил вашу доченьку, чтобы это вот так просто взять, потому что у него папа главный врач, или потому что кто-то судил и получил за это деньги. Но таков закон для всех. На самом деле в любом подобном ДТП условия были бы точно такие же. Вы считаете, что все равно это неправильно? Вы знаете, я хочу вам сказать. Кстати, на вашей же программе было вот года 2 или 3 в Алты в магазине мужчина украл колбасу. Его охранники убили за колбасу. Он просто хотел есть палку колбасы. А это унес в жизни двух людей. Он нарушил закон. И то, что вы говорите для того, что это вот каждого такого, да нет. Нет. Это просто несправедливо. И это вот толкается несоблюдение законности, толкает людей на самосуд. Спасибо вам за ваше мнение. Мы продолжаем выпуск. Мы сейчас возвращаемся к теме раскопок в Венесейске. И на археологические раскопки было потрачено около 200 миллионов рублей. Общественники провели анализ аукционов и выяснили, что большинство тендеров выиграли две компании. Красноярская геоархеология и НПО АПИ. При этом у этих компаний один и тот же учредитель. Поэтому цену за выполнение работы назначают практически одинаковую. Итоговая сумма снижается от 1 до 5%. Хотя, как правило, когда проводят тендер, падение может достигать 70%. Этот анализ общественники отправили в законодательное собрание, в счетную палату и в управление антимонопольной службы. Сейчас в ведомствах по данному факту идет проверка. Мы встретились с руководителями двух организаций. Они считают, что подобная информация про иски конкурентов. Зачастую работа проводится в очень сложный зимний период, опыта которого в Красноярском крае практически ни у кого нет. Я считаю, что никаких противоречий я не вижу. Несмотря на то, что я являюсь одним из учредителей одной организации и учредитель второй, то есть у нас немного разное понимание процессов, которые происходят внутри археологических. То, что какая-то есть договоренность, но мы можем договориться с ним, но мы же не можем договориться со всеми участниками. Мы не знаем, сколько будет участников ни на одном конкурсе. То есть, если посмотрите, конкурсная процедура у нас, но не всегда участвуют две организации. Добавлю, в Министерстве культуры, которое с 2012 по 2015 годы являлось заказчиком работ, прокомментировать эту ситуацию не смогли, сославшись на отсутствие данных по торгам. А завтра расскажем о том, станет ли когда-нибудь Енисейско-туристическим центром края. И к другим темам. Подведены итоги Всероссийской премии «Производительность труда» лидеры промышленности России. Первое место в номинации эксперты присудили Красноярской ГЭС «Евросипэнерго». Верхнюю строчку этого рейтинга наша гидроэлектростанция занимает уже второй год подряд. Производительность труда – важный показатель эффективной работы предприятия. Как отмечают в руководстве Красноярской ГЭС, добиться таких результатов стало возможным благодаря в том числе и плановой модернизации и реконструкции, которая идет с 1994 года. В соответствии с этой реконструкцией с 1995 по 2014 год полностью завершена реконструкция электротехнической части гидроагрегатов Красноярской ГЭС всех 12. Кроме того, завершена в интервале между 2007 и 2014 годом реконструкция открытых распредустройств. Модернизированное оборудование меньше приходится ремонтировать. И, соответственно, минимальное количество отказов позволяет не увеличивать количество ремонтного персонала на Красноярской ГЭС. «Каннские львы» в Лондоне так прозвали чемпионов мира по футболу воспитанников «Каннского детского дома». Недавно ребята вернулись из Англии. Подробности в сюжете далее. Благодарность губернатора Красноярского края объявляется Цепневскому Виктору Викторовичу, признан лучшим защитником турнира. А еще Витя Цепневский занял второе место на чемпионате края по биатлону, но все равно мечтает стать футболистом и играть за российскую сборную. Вместе с командой «Каннских воспитанников детских домов» мальчик вернулся домой с победой в международных соревнованиях. Парни во второй раз стали чемпионами и вот уже дважды побывали в Лондоне. Посмотрели матч и впечатлились тем, как играют профессионалы, а также лично встретились со своим кумиром Арсеном Вергеном. Впечатлений было столько, что не хотелось уезжать. Там в колесе обозрения катались в большом самом мире. Потом ходили в аквапарк, рыб всяких смотрели красивеньких. Ходили на матч на Арсенал в Сон-Сити. Там все в Лондоне позитивные. Такие люди интересны. Интересно с ними пообщаться, о чем-то поговорить. Другого футболиста-гагаринца Владимира Красовского впечатлели соперники. Он был рад возможности сыграть товарищеский матч с молодежным составом Арсенала. И кое-чему у них поучиться. У них тренировки, конечно, лучше. У нас точно маленькие тренировки. Между тем тренер парней Дмитрий Артамонов рассказывает, несмотря на обрушившуюся славу, парни совсем не зазнались. Хотя есть среди них те, кто всерьез подает надежды. Даже иностранные тренеры отметили талант кантских игроков. Эти ребята стали примером и для подрастающего поколения. Есть стимул. Младшие ребята подрастают. Они только говорят уже о турнире Мегафона, о поездке в Лондон, в Сочи. Будем заниматься оставшееся время до весны. И стремиться, конечно, победить в третий раз. Ребята остались самими собой. И они не хвастаются сильно, не ходят, что они чемпионы России, они были в Лондоне. То есть все скромно веду себя. Сегодня ребят за победу поблагодарил губернатор Виктор Толоконский. Не зря игроков Гагаринца прозвали «Каннскими львами». Ребята обошли 25 тысяч детей-сирот из 800 футбольных команд. Потому что эта победа не только открывает вам большие перспективы в спорте, в жизни, но эта победа прославляет наш край. Эта победа дает очень яркий пример, ориентир всем другим детям. Также губернатор отметил, сейчас футбол в России находится в приоритете развития. В скором времени в нашей стране появятся такие площадки, которые не будут уступать мировым стадионам. Ирина Денисенко, Михаил Масленников, Афонтова. Новости. Я напомню, что сегодня мы проводили интерактивный опрос и спрашивали, справедливо ли сейчас отпускать Дмитрия Когана условно-досрочно. И 94% позвонивших считают, что Дмитрий Коган должен отсидеть полный срок. А большинство позвонивших в прямой эфир вообще выражают свое мнение за то, чтобы ужесточить наказание. Напомню, что Дмитрий Коган был осужден на три года в колонии поселений и его лишили на три года водительских прав. И на этом у меня все. Свои новости сообщайте нам по номеру 285-1414, а также пишите нам в социальных сетях. Всего вам доброго. До свидания. Атмосфера дома Пришло время разрушать стереотипы. Жанры, они проверены на фокус-группах, они работают. Позволь спасти тебя. Белоснежка. Месть гномов. Пятницу в 21.30 на Афонтово. Последний пассаж был слегка недальновиден. Пятницу в 21.30 на Афонтово. Пятницу в 21.30 на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин